4 числа, это была суббота, около 6 вечера мне позвонили из коррупционного отдела Центрального следственного бюро и сказали о том, что задержан Андрей Заренков и что он желает, чтобы я осуществляла его защиту. И на следующий день, рано утром, я с ним встретилась, и мы смогли иметь первую с ним беседу. Это было в воскресенье в 10 часов утра. Надо сказать, что ему предъявлено подозрение в нескольких эпизодах мзды. Поскольку он является должностным лицом, по крайней мере, на сегодняшний день, так его рассматривает следствие, то ему и предъявлено такое обвинение, которое попадает в коррупционные обстоятельства. В понедельник 6 утром ему предъявили подозрение, с которым он ознакомился, которое он внимательно прочел, ему перевели с эстонского языка на русский язык и дал те показания, которые он считал нужным. Прокурор Пухельской прокуратуры, тем не менее, посчитал, что ему следует ходатайствовать в суде о том, чтобы его взяли под стражу. И во второй половине понедельника это дело рассматривалось в Сахаревском уездном суде. И суд дал санкцию на содержание его под стражей на время следствия, то есть на 6 месяцев. Надо сказать, что по закону через 2 месяца можно это постановление пересмотреть. Однако наши действия на сегодняшний день таковы, что мы будем обжаловать в апелляционном порядке в окружной суд постановление Харевского уездного суда. Я как защитник полагаю, что подозрение, которое ему предъявлено, это только подозрение. И нет оснований по статье, которое является преступлением второй степени, брать его под стражу. Он является гражданином Эстонии, у него здесь постоянное место жительства, он ранее не судим, он совершенно адекватно ответил на все вопросы следствия. И я полагаю, что он может до окончания следствия находиться в суде. Потом суд, если это дело дойдет до суда, рассмотрит обстоятельства, взвесит доказательства и решит вопросы виновности, вопросы наказаний и прочее. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что Андрей Заренков вполне со всех взглядов позиции защиты мог бы находиться на свободе. Продолжение следует...